Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. Продолжаю размышлять и систематизировать факты о переделке истории и что от нас пытались и пытаются до сих пор скрыть. Вспомним, откуда к нам стали просачиваться сведения о существовании в средние века таинственной Тартарии, как ее крестили так называемые западные историки. Сначала в середине 40-х годов Миролюбовым были найдены дощечки из Инбека, которые были утеряны во время войны, но остались фотоматериалы и перевод, сделанный Миролюбовым, содержащий книгу Велеса, в которой как раз и рассказывалось о процивилизации, местом рождения которой назывался Север Азии, практически побережье Северного Ледовитого океана. Потом о Тартарии в русскоязычном интернете открыто сообщил Николай Левашов во второй части своей замечательной статьи «Замалчиваемая история России», опубликованной на Советнике в июле 2004 года. Тогда у автора статьи еще не было своего сайта, его создание только планировалось. Вот что он тогда написал «Во все той же британской энциклопедии русской империи, более известной как Великая Тартария, называют территорию восточнее Дона на широте Самары до Уральских гор и вся территория восточнее Уральских гор до Тихого океана на Азиатском. Но и тот, и другой немедленно были объявлены фальсификаторами, шарлатанами и лжеучеными. Еще раз напомню, что я пытаюсь просто систематизировать все известные исторические данные и дать им свою, именно свою оценку, и не принадлежу как к сторонникам классической версии истории, на мой взгляд, в корне неверной и насквозь лживой, так и не отношусь к сторонникам великорусской трактовки. Но свои выводы, если позволите, я сделаю в конце своего исследования. Давайте сейчас поговорим о языках народов, населяющих всю Евразию, исключая современный Китай и Юго-Восточную Азию. Эта территория огромна. От Тихого океана на северо-востоке континента до островов Великобритании на западе и от побережья Северного Ледовитого океана до Средиземного моря Индийского океана. На всей этой территории самой большой языковой семьей считается индоевропейская. Причем не только в Евразии, но и во всем мире. Второй по численности пользователей является сино-тибетская. Как раз к сино-тибетской языковой семье относятся языки Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии. И раньше она называлась китайско-тибетской языковой семьей. А мы договорились пока исключить из обсуждения эти языки. Давайте внимательно присмотримся к индоевропейской языковой семье или группе. Термин «индоевропейские языки» был впервые введен английским ученым Томасом Юнгом в 1813 году. В немецкоязычной литературе чаще используется термин «индогерманские языки». А вот иногда ранее индоевропейские языки назывались арийскими. Это справка из Википедии. И что же это нам дает? А дает это нам одну языковую семью, которая в Евразии расположена как раз на территории Славяно-Арийской империи. Если существует общность языков, причем доказана эта общность лингвистами всего мира, то, видимо, произошли все эти языки от одного, так называемого, протоязыка. И в них гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд. А раз так, то можно предположить, что до недавнего времени общего в этих языках было еще больше. А тысячу лет назад эти языки хоть и различались между собой, но были понятны русский язык арабам, английские и немецкие языки русам и так далее. Мне, конечно, сразу возразят, ты мол, очумил, наверное, дядя, как может русский понять арабскую абракадабру. Тогда я отвечу вопросом на вопрос, что такое абракадабра? На что мне любой маломальский грамотный человек скажет, что словом абракадабра обозначают неясную речь, непонятные слова, что само это слово является символом бессмыслицы, потому что никто не знает, что обозначает это слово в действительности. Известно лишь, что в средние века оно служило заклинанием и использовалось при лечении лихорадки. Но вот что интересно. Оказывается, как и другие непонятные слова, оно может быть расшифровано с помощью современного арабского языка. Абракадабра – арабская фраза. А означает она буквально «исцелил он, исцелил». Выходит, что средневековые лекари использовали заклинание в полном соответствии с его значением. Это лишь один пример. Есть и более невероятный на первый взгляд. И примеры эти – общности русского и арабского языков. На первый взгляд, вообще не имеющих ничего общего. Ну давайте разбираться дальше. Все мы знаем так называемые идиомы в русском языке. То есть каждое слово в отдельности обозначает одно, а вся фраза в целом совершенно другое. И все мы знаем смысловое значение этих идиом. И то, что перевести дословно на другой язык эти фразы невозможно. Ну как они появились в русском языке? Ну давайте вспомним собак, которых вешают причем всех на кого-то, ту собаку, которая зарыта, и еще собаку, которой пятая нога ни к чему. Откуда появились эти выражения, всеми считающиеся как очередная загадка великого и могучего русского языка. Но все становится на места, если мы запишем эти выражения арабскими буквами, переведем получившиеся. Сейчас я приведу материалы из книги Вашкевича на тему русских идиом о собаках дословно. И сразу все станет ясно. Это исследование профессионала. Листая русский фразеологический словарь, можно обнаружить не менее семи разных собак, пишет Вашкевич. Вот где собака зарыта, устал как собака, собак вешать, собаку съел, ни одна знакомая собака не встретилась, нужен как собаке пятая нога. Помимо этих собак, которых мы насчитали шесть, есть еще собака обыкновенная, собака номер один, которую мы привыкли видеть каждодневно. Странного в ней, конечно, ничего нет, но возникает вопрос, почему собака называется собакой? Некоторые специалисты считают, что слово заимствовано из иранских языков. Другие их опровергают, заявляя, что слово к нам пришло от тюркских народов. Обратимся к арабским корням. Корень СБК означает опережать, обгонять, делать что-либо раньше другого, предшествовать по времени и событии. От этого корня СИБАК, ГОНКА. От него же выражение КЕЛЯПАСИБАК, ГОНЧИЕ СОБАКИ. От корня образуется причастие действительное, СОБЕКА. Или интенсивное причастие, СОБАКА. ОБГОНЯЮЩИЕ, ГОНЧИЕ. Идея, выраженная в корне, применима ко всему, что так или иначе в пространстве или времени опережает или предшествует, или случается раньше другого. Если речь идет о конкретных животных, то эта идея в арабском чаще применяется к лошади, чем к собаке, поскольку имеется устоявшееся понятие СОБЕКА, лошадь, первая пришедшая к финишу на скачках. Поэтому мы и говорим УСТАЛ, как СОБАКА, ведь имеется в виду не СОБАКА, а СОБЕКА, скаковая лошадь, причем обогнавшая других, ну и понятно, что уставшая. Та же СОБАКА и выражение нужен, как СОБАКЕ ПЯТАЯ НОГА. Дело в том, что если написать ПЯТАЯ НОГА арабскими буквами с учетом звуковых соответствий, получим ФАТАХНАГАХ, что означает не пресловутую ПЯТУЮ НОГУ, а упустившая выигрыш, а скаковой лошади. На нее поставили, а она не оправдала надежд, ну и кому она теперь нужна. Что касается знакомой собаки, то она от арабского выражения СОБЕК МАРИФАТУ, что означает буквально «прежде знакомый». Здесь СОБЕК играет служебную роль, показывая, что знакомство произошло в прошлом, ну что-то подобное английскому перфект. Здесь собаки нет, потому выражение не звучит оскорбительно. ТАЖЕ СОБАКА В ВЫРОЖЕНИЕ СОБАКУ СЕЛЕЛ. Это часть арабской пословицы СОБАКА СЕЛЮ МАТААРУ, буквально значение которой ЕГО СЕЛИ, ПОТОКИ, ОБГОНЯЮТ ЕГО ДОЖЬ. Имеется в виду, что ЕГО ДЕЛА ОБГОНЯЮТ ЕГО СЛОВА, ГОВОРЯТ О ЧЕЛОВЕКЕ ДЕЛА. Небольшое смещение семантики в сторону подчеркивания профессиональных качеств произошло уже на почве русского языка. Так что собак, как выясняется, мы все же не едим. Так вот где собака зарыта. Это уже, как кажется, совсем другая собака, только здесь она не зарыта. Просто арабское слово ЗАРИАТ означает причина, предлог. А собака, по-видимому, та же, что и везде. СЛУЖЕБНОЕ СЛОВО ОЗНАЧАЮЩЕЕ ПРЕДШЕСТВОВАНИЕ. Смысл фразеологизма вот какая причина предшествовала данному явлению. Теперь о собаках из выражения собак вешать. В арабском есть слово ВИШАЯТ КЛЕВЕТА ОГОВОР. Вот этим все сказано. Как видите, все русские собаки, хотя и казались вначале такими разными, сошлись. Все они происходят от одного корня. Ну как, убедил? Еще нет? Ну хорошо, я не буду утомлять повторением монологов Михаила Николаевича Задорнова, если хотите, сами их послушайте, по его мнению, в словах английского языка, заимствованных из русского. скажу сразу свое мнение. Никто, ни англичане у русских, ни русские у арабов, ничего никогда не заимствовали. Все эти слова и выражения являются отголоском тех времен, когда все люди белого цвета кожи, жившие на одном континенте, понимали друг друга без переводчика. Единый язык – это единая культура, это аксиома. На этом пока прерываюсь. Продолжение моих размышлений в следующем ролике. Подписывайтесь на мой канал, делитесь своими мыслями в комментариях. Желающим огульно обвинять в неграмотности и незнании прописных истин, это не касается. Вам не сюда, вам мимо. Искреннее пожелание всем моим гостям, без исключения. Мир вашему дому, спокойствие вашей душе. До встречи. Продолжение следует...